Здравствуйте! Вас приветствует энциклопедия популярных узлов. И сегодняшний выпуск видеоролика посвящается змеиному, или так называемому, кровавому узлу. Вот этот узел, он служит для соединения двух веревок, но в основном он служит для соединения рыбацкой снасти, имеется ввиду двух лесок. На толстых лесах, в основном жестких, вот это 25 паундов, 40, 100, 200 паундов. И этот узел достаточно надежный, он достаточно легко выполняется, и поэтому он используется рыбаками, особенно океанскими рыбаками, которые связывают двух-трехмиллиметровую леску. Его недостаток очень большой, потому что для того, чтобы он работал хорошо, его вот эти вот концы обрезают и оставляют миллиметров по 5-10. И эти концы у лески жесткие, очень острые, и когда рыбаки вытаскивают снасти, то эти концы, они жарят, как змея, или царапают руки, и руки получаются в крови. Поэтому он называет змеиным узлом или кровавым. Даже если человек в перчатках, то эти перчатки могут быть разодраны, и вплоть до того, что до кожи. А избежать этого недостатка, я придумал модификацию змеиного узла, которая выполняется так же легко достаточно, с небольшой модификацией, и этот узел будет работать так же хорошо и надежно, как и змеиный узел. А сейчас я вам, во-первых, покажу формирование змеиного узла, классического змеиного узла, который описан во многой литературе. И достаточно известный узел, как за рубежом, так и в России. Вот давайте я покажу, как его формировать. Формировать его очень достаточно просто, поэтому ему пользуются. Берете веревки в рубки, вот таким вот образом, две лески, и начинаете вращать вот эти лески относительно друг друга. Вот таким вот образом образуя внутри вот эту петлю. Два, я вот три раза прокручу для того, чтобы, потому что это веревка, достаточно тяжело будет ее потом стянуть, затянуть, чтобы сформировать красивый узел. Вся прелесть в том, что один конец веревки вставляете в одну сторону этой петли, а другой конец вставляете в другую сторону. Вот таким вот образом. Дальше вы просто-напросто, просто-напросто затягиваете все это. Сейчас я на веревке, как я и сказал, это не очень-то быстро и здорово можно сделать. Ну вот, вот он сформировался, красивый узел. Видите? Как я и сказал, это очень прочный узел, потому что как бы один узел упирается в другой узел, и основные лески выходят из петель, и узел достаточно прямой. Вот, и один недостаток, если вы коротко обрежете, вот этот, здесь может выскочить узелок, и тогда он размотается, и узел... Это будет ненадежно. Вот, для того, чтобы избежать подобные штуки, существует так называемый рыбацкий узел, у которого нет этого недостатка. Сразу вам скажу, что формировать его на жесткой, рыбацкий узел формировать на жесткой леске практически невозможно. Он разматывается, и получается обыкновенный узел, который очень похож на тот же самый, на тот же самый измененный узел. В чем заключается рыбацкий узел? Вы, наверное, помните, стопорный узел, вы вокруг каждой лески создаете стопорный узел. Раз, два, три. То есть обматываете в обратном направлении, вставляете леску сюда и затягиваете. Вот на веревке это получается совершенно замечательно. Если вы с другой стороны сделаете, получится совершенно красивый, я могу показать вам совершенно красивый, симпатичный узел рыбацкий, у которого нет недостатка землиного узла, у которого концы лески выходят в том же направлении, как и основная леска. И то есть, как бы, вот идеальная вещь. Однако, если я пытаюсь сформировать этот узел, этот узел здесь, на жесткой леске, у меня, видите, она пружинит, петли перепутываются, когда я их снимаю, они перепутываются, и в результате нормального стопорного узла, конкретно для лески, не получается. Вот. Для этого я как раз и придумал модификацию, модификацию змеиного узла, который позволяет получить очень похож на рыбацкий узел формирование, но очень прочное и так же легко формируемое. То есть, практически вы начинаете формировать змеиный узел, вот я вам сейчас покажу, начинаете формировать змеиный узел, раз, два, я вот здесь только покажу пару раз, потому что это веревка, потом трудно будет затягивать. Вот вы вставляете в одну сторону, конец, потом в другую сторону, вот в этом, как бы, одинаковость. Различие вот в чем. Дальше вы вот этот конец, вот этот конец, вставляете вот в эту петлю, причем по направлению, такому же, с той стороны, откуда выходит, значит, этот, как его, откуда выходит основная леска, вот с этой стороны. Вот я и вставил, и это то же самое, то есть, вы вставляете с этой же стороны, вот сюда вот. То есть, концы вставляете вот в эти петли. Получается, как бы, петли, относительно петли, но только крученые. Не одинарные петли, как на медицинском узле, а множественные крученые петли. Дальше, если вы затягиваетесь, вот получается вот такой вот узел тоже. Видите, если мы сделаем два, там, три оборота, я больше, чем два оборота не рекомендую делать, даже на леске, получается, как бы, двухпетлевая, двухпетлевой оборот против двухпетлевого оборота. И вот такой вот узел, он очень-очень надежный. У него также выходит, он также компактный получается, как и змеиный узел, как и рыбацкий узел. У него лески выходят в это же направление. И здесь из-за того, что, вот видите, они выходят из множественных оборотов, можно достаточно коротко обрезать. И тогда эти остатки этих лесок, они руки резать не будут. Давайте я вам продемонстрирую все это прямо напрямую, прямо на леске. Как все это делать? Тут у меня уже узел есть, и вот могу показать этот узел вам поближе. Вот. У меня уже сформированный узел. Вот я сейчас я покажу, как его достаточно легко делать. Но возьму два леска. Я сейчас один его взорву, чтобы он мне не мешался. Прямо как на леске делается модификация этого змеиного узла. Вот. Вы формируете, как обычно, змеиный узел. Берете два конца, обматываете. Раз, два, три, четыре. Я бы там больше не стал бы больше четырех. Вот вы один конец лески вставляете в одну сторону. И другой конец вставляете в другую сторону петли. Вот у вас получается вот такая штука. Дальше, вот смотрите, дальше я этот конец должен вставить вот сюда вот, чтобы он выходил в одном же направлении с этим концом лески. А этот конец вот сюда, чтобы он выходил в том же направлении. Вот я его вставляю. Вот у меня петля, и он выходит в том же направлении. И это также. Я вот вставлю сюда. Все. Вот получилась вот такая штука. Уже видно, что это достаточно симметричная вещь получилась. Вот давайте я вам покажу поближе. Видите? Очень удобно, очень быстро. Никаких проблем формирования такого узла. Дальше вы его просто смачиваете и затягиваете. Вот у вас получился очень симпатичный, хороший, прочный, компактный, модифицированный змеиный узел. Вот и все. Дальше вы обрезаете эти конечки. И у вас получился вот такой замечательный, совершенно замечательный змеиный узел модифицированный, который уже не будет жалить вам руки и резать их до крови. А вот и все секреты змеиного узла и его модификации. Подписывайтесь на наш канал. Если вам нравятся наши видео, не забывайте ставить лайки. И всего хорошего. Увидимся на следующем видеоролике. До свидания.